Добрый день, меня зовут Благодарова Ольга, я ветеринарный врач-терапевт клиники в добрые руки. Я хочу рассказать об основных анализах, которые мы берем на приеме. Общий анализ крови. Что мы измеряем? Измеряем эритроциты, лейкоциты, гематокрит, гемоглобин, лейкоцитарные и эритроцитарные индексы. Что такое эритроцит? Это форменный элемент крови. Основная функция – это транспорт кислорода от легких тканей. Мы измеряем количество эритроцитов, форму, размер, патологические включения. Снижение количества эритроцитов называется анемия. Это опасное состояние, которое может привести к гибели животного. Гемоглобин – это сложный протеиновый комплекс, который входит в состав эритроцита. Гематокрит – это процентное соотношение количества форменных элементов крови к объему крови. Лейкоцит – основная функция защитная и иммунная. Лейкоциты делятся на нейтрофилы, эозинофилы, моноциты, базофилы и лимфоциты. Нейтрофилы – основная функция – это фагоцитоз бактерий. Нейтрофилы бывают палочкоядерные, это юные нейтрофилы и сегменты ядерные, более зрелые. Эозинофил – основная функция – утилизация чужеродного белка. Повышение уровня эозинофилов бывает при аллергиях, глиссных инвазий, некоторых видах онкологических заболеваний. Базофил – младший брат эозинофила повышается в крови очень редко. Если уровень базофила выше нормы, то стоит проверить животное на дирофилериоз. Моноцит – это клетка кровеносной системы, основная функция – фагоцитоз бактерий, а также утилизация мертвых тканей. Повышение уровня моноцитов бывает при инфекционных заболеваниях, обширных воспалениях. Лимфоциты – основная функция защита и выработка антител. Лимфоциты бывают Т и В. Уровень лимфоцитов повышен у молодых животных, а также при некоторых видах онкологических заболеваний. Снижение лимфоцитов бывает при инфекциях. Тромбоцит – это клетка крови, участвующая в формировании кровяного сгустка. Патология тромбоцитов всегда сопровождается кровотечениями, кровоизлияниями и очень опасным состоянием. Симптомы болезни крови – это снижение аппетита, вялость, непереносимость физических нагрузок, бледность слизистых оболочек, кровоизлияние и извращение аппетита. Продолжение следует...